Привет! Сегодня мы рассмотрим с вами два очень интересных и почти полезных гаджета из Поднебесной, которые мне прислали из магазина New Cheek. Это вот такой плоский фонарь для освещения приусадебной зоны, либо тропинки или клумбы. И интересный портативный мини-кондиционер, хотя с названием кондиционер я немного перегнул. Назовем его настольный охладитель воздуха. С него и начнем. Приходит это чудо в заводской яркой коробке с яркими картинками, где показано как работает устройство. В комплекте мы получаем сам мини-кондиционер, немножко макулатуры и кабель питания самого гаджета. Кстати, работает он от порта USB и требует напряжения всего лишь 2 ампера. От пауэрбанка сей аппарат работает прекрасно. Внешне этот кубик имеет размеры 17 сантиметров со всех сторон, что длина, что высота, поэтому можно не переживать, что он займет у вас много места. Наш подопытный сделан из пластикового бокса, у которого с правой стороны имеется отсек с водой и подсветкой. С тыла установлен мощный кулер, а по центру небольшой бумажный фильтр. Хотелось бы, конечно, побольше бумажных фильтров для большей прохлады, но имеем, что имеем. Если вы еще не поняли, как этот кондиционер охлаждает воздух, то я вам расскажу. Все предельно просто. Внутри установлен фильтр из бумаги, который помогает охладить выходящий воздух благодаря своему намоканию и не только охлаждает, но еще и очищает и увлажняет воздух. Ничего не напоминает? По-моему, первый кондиционер придумала чья-то бабушка, накинув мокрую тряпку на вентилятор. Кулер у нас на 12 вольт и имеет три скорости вращения вентилятора, управлять которыми можно нажатием на кнопку сверху. Сказать, что кулер тихий, не могу, работает он как обычный небольшой вентилятор. Хотя, когда вам жарко, то главное, чтобы было хоть как-то прохладно, а шум это уже побочный эффект. Рядом расположилась и кнопка для подсветки с кучей цветов, благодаря чему он будет не только бытовым устройством, но и декоративным элементом. Его портативность позволяет использовать вентилятор не только в домашних условиях, а и, например, в поездке в машине или еще где-нибудь. Ведь и для питания нам нужен всего лишь пауэрбанк или прикуриватель авто. Насчет того, как он охлаждает, то не надейтесь, что он будет прямо морозить в жаркий день. Нет, но приятно охлаждать, находясь рядом с вами будет. Замерять температуру, выходящую из мини кондиционера я не могу, так как нет спецустройства, но от себя могу сказать, что приятным холодком дует. Поставив от себя его на расстоянии около двух метров на максимальной скорости, вентилятор сразу подул приятным холодным воздухом. Так что летом или в жарких поездках такая штука возможно кому-то пригодится. Второй подопытный у нас это уличный светильник на солнечной батарее. Он позволит вам немного украсить и разнообразить ваш приусадебный участок в темное время, а также немного подсветит вам участок дороги или тропинку, если расположить по ее краям такие светильники. Работает светильник на солнечной батарее, которая заряжается в дневное время от солнечного света, поэтому светильнику не требуется подключение к электросети. Он очень быстро заряжается от солнечного света, а светодиоды, которые излучают свечение, потребляют настолько мало электроэнергии, что этот уличный светильник может проработать с вечера до утра. При помощи специальных ножек светильник устанавливается как в землю, так и в любое покрытие, например, стену на тротуарную плитку или в гальку. А если демонтировать ножки, то он может приобрести интересный вид светящегося плоского диска на газоне. Верхняя часть светильника, который прикрывает светодиоды, имеет специальное покрытие, которое защищает светильник от неблагоприятных погодных условий и дожди ему не страшны. Сам светильник сделан из нержавеющей стали. Как вам эти два интересных товара, которые я вам показал? Пригодятся они вам или нет? Пишите свой ответ в комментариях. На канале есть еще много обзоров различной техники и гаджетов от швабр и ножей до телефонов и насадок для болгарки. Уверен, вы найдете для себя много интересного и полезного. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Скоро будет еще много интересных видео. Спасибо за просмотр, всем пока!